На этих кадрах фотограф-натуралист запечатлел косолапого друга. Встреча произошла во время очередного похода в лес Косихинского района. Медведь, на удивление, был спокоен и безмятежен, а мужчина успел поймать удачный момент. Медведя встретил первый раз. Такая была неожиданная встреча. Особо, конечно, страшно не было, но так как медведь себя вел очень спокойно, я уже не первый раз встречаюсь с животными, понимаю, как они устроены. А это кадры с территории Тегерекского заповедника. Как нам сообщили в Минприроды края, медведи сейчас можно встретить в совершенно разных районах региона. И связано это с увеличением численности особей. Так, по данным ведомства, в течение последних лет количество медведей стабильно высокое, на уровне 1400 особей по краю. Ежегодно в регионе разрешают охоту на 200 голов при потомстве 300-350 особей. Если нам не хватает разрешений на добычу бурого медведя в рамках спортивной любительской охоты, с учетом того, что мы постоянный мониторинг ведем, выходы животных и встречи животных с людьми, и выход к людям в населенные кункты, мы оперативно в течение трех дней принимаем решения в отдельных порядках, порегулируем численности. В текущем году не менее 10 случаев у нас таких было, когда медведь уже, допустим, может напасть на домашний скот. Так, в конце сентября в новостном интернет-паблике подписчик сообщил, что рядом с селом Ченитак Краснощоковского района медведи загрызли пять лошадей, которые принадлежали мужчине. Людям, живущим вблизи мест обитания медведей в случае появления бурых, специалисты Минприроды советуют обращаться в местные администрации, полицию или на горячую линию лесного и охотничьего надзора, который вы видите на экране. Также нужно четко знать правила безопасного поведения при встрече с медведем. Ни в коем случае не нужно от него убегать, поворачиваться спиной, вести себя спокойно. Он тоже боится человека. То, что они сейчас стали появляться в нашей равнинной части, вот в Косихинском районе весной регистрировались случаи, сейчас опять они начали выходить к людям. Это говорит о том, что численность медведей у нас возрастает. Ну, с моей точки зрения, как биолога, это, конечно, хорошая тенденция, условия благоприятные, но соседствовать с таким зверем достаточно опасно для человека. Специалисты подчеркивают, что скоро нашествие прекратится. Ведь лето и начало осени были теплыми, кормовая база была большая, поэтому медведи до сих пор активны. Но они уже в поисках места для зимовки. Конечно, например, в равнинном Косихинском районе зимовать никакой медведь не станет. Конечно, они вернутся в леса, они будут искать подходящие места для как раз своей берлоги. Это, как правило, либо должны быть валежники, очень редко они будут сами там копать эту берлогу, то есть они ищут подходящие такие места для укрытий. По данным федеральных ведомств, численность медведей в России сегодня почти в два с половиной раза больше, чем 30 лет назад. Лидеры по числу особей – Красноярский и Камчатский регионы. Наш край пока даже в топ-10 не входит. Но, судя по числу происшествий с участием косолапых, их популяции на Алтае ничего не угрожает. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.